Сафронов на месте Я вам не предупреждал Так что сегодня буду его вспоминать не раз Так, Олег Ильев, добрый день Наталья, здравствуйте Брать Юрий, здравствуйте Арсен Кострома, привет Учителю здоровья Ильич Ильич Ильич, добрый вечер Вера, приветствую Колесников, здравствуйте Ирина, вечер добрый Леонид Бухтияров, всем привет из Казахстана Александр Снегирев Всем доброго времени, мира и добра Семен Алтай, село Добрый вечер Коллеги садов Годыгрина, Алтай Привет всем Игорь, привет Здраво Смотрите, добрый вечер, мира и спокойствия всем Недавно я с осмотрителем Обменивался Мнениями Господи, праздник на душе Господи, где же такие люди Ну Вот бы таких миллион А у нас их это Пока это штучные изделия Так Николай Жемалдинов Здорово, да? Здравствуйте Тюрнева Яна, здравствуйте Николай, я потом отдельный фильм сделаю С вашего материала Вот Здравствуйте Сергей Г Всем привет Кстати, фильмы оплачиваю я с своего кармана К сожалению А все-таки Приходится платить Сами делать их не умею Сергей Г Привет Сегодня пришли полностью сухие саженцы Из питомника У Ореси Писала мне однократно Мне отвечали, что доставка задержки До пятна сухой Им даже не стыдно отсылать сухие Не советую там что-то заказывать А откуда они их получают сухими Знаете как За тридевять земель Это же южная Давайте так Питомник у Ореси Дайте точное название Я потом зайду туда Вот Кое-что вам потом расскажу Покажу Вот Как я с ними Разберусь Вот Если они этого заслуживают Я пока воюю только с теми Кто Мою Кто мне фотографии ворует Ну и обидно, что их сухие Мало нам этого Малькова Вот Ну и жалко за вас Ну что это такое Ну Ну хоть бы кто-нибудь Вот уже годы идут Чтоб кто-то написал Что я выписал Из питомника А их тут раскрученных Несколько десятков Которые постоянно Вот только включаясь в компьютер Вот реклама В последнее время В последнее время Слив постоянно Вот этот питомник Который находится В городе Энгельса И забыли написать Что это Саратовская область А не это Сибирские саженцы Сибирские саженцы Сибирского питомника С какого Сибирского Если вы перекупщики Назовите адрес Питомника Сибирского Адрес А тут еще Оказывается Есть еще Питомник у Олеси Да 15 июня Доставка задерживается А нам нужен 15 июня Этим летом Не проснулись Пять взрослых Десятилетних Абрикосов Так Угодой всем Уже было Десять лет Ё-моё И вдруг Не проснулись Если есть Сибирский питомник Грустно Но действительно Такова Маленькие Живые Мороз Две-три недели Минус 35 Ну Значит Если Ну Да Допустим Сибирь Это нормально У нас Это Средняя Температура Ну Что я скажу Не проснулись Не проснулись Это вы Уже Как бы Стихи Или песни Не проснулись Не проснулись Елена Валерий Кассин Скажите Пожалуйста Если Чернослив Козловского На второй год Вышел После зимы С одной живой веточкой Которая идет В вашей прививке А основной Стволик Ведь везде Какая причина Что может быть И что надо сделать В этом случае Причин всегда Несколько Это я должен Вас спросить Какая причина Если вы Елена Елена Под именем Елена Вы здесь Уже давно Примелькались Значит Многое знаете Вот скажите Почему у вас Так получилось Ну как Я могу сказать Это Взять доктору Позвонить Сказать Иван Иванович У меня Живот болит Скажите Что с ним А там Может быть Что угодно Вплоть до Летального исхода Так и тут Что делать В этом случае Во первых Еще подождать Может еще Листики появятся Это для начала Подождать Все таки Май А не это Не осень Так Дальше Значит Естественно Есть одна Причина Что не хватило Ну допустим Второй год Всего лишь Допустим Вы садили Бессильные обрезки Или вам прислали Бессильные обрезки Не мог Выкорнить Все ветки Оставил Дерево Само себе Оставил Одну ветку Ну что Еще скажу Валерий Константинович Персик Посаженный Прошлой осенью Практически Одна Одна Витчика Одна Витчика Весь цвет А что такое Одна Витчика Практически Одна Витчика Ветка Весь цвет Это нормально И надо Что-то делать Чтобы силой Сажен Чтоб пошли Врос А не цветы Да не волнуйтесь Вот вы считаете Как Посажен Прошлочный И вы думаете Что сейчас Он весь облеплен Будет плодами Да не дождитесь Персик Сам решит Сколько сбросить Самое главное В этот момент Не мешать В его жизнь Ему и так Нелегко Пересаженный Жизнь Скалеченный Оставьте его Покой А то Что искалеченный Поэтому и зацвел У него сработал Инстинкт Инстинкт сработал Чтобы дать Побольше семян Но выполнение Это невозможно Дай бог Чтобы потом Оказался Один плодик И то вряд ли У меня первый раз На третий год Зацвела груша летнего Спасала Как могла От заморозков Как определить Завязались плоды Да очень просто Как определить Подождать месяц И все Ну что Подождать не можете Неделю Месяц Вот и определите Еще и нам расскажете Вот Ну странный образ Елена Но вы уже ветеран Я уже сколько помню Чуть ли не с первых Этих Вебинаров Со мной Ну нас решили Эти вопросы Не бежать Столько Определить Подождать месяц Инна Дубровина Добрый вечер Всем подскажите Волочные вишни Все листья подмерзли Надо ли Подрезать Новых листьев нет Подмерзли Новых листьев нет Я бы сказал Если бы я увидел ее Ну давайте Подрезайте Ну не больше половины Они могут Сами восстановиться Но тяжело им Останавливаться Лето уходит Давайте Отрезайте половину Что поделать Михаил Синин Всем привет Архангельская область Лобасов Десногор Добрый вечер Снегирев Тверь Здравствуйте Олег Константинович Прошлогодние Прошлогодние саженцы Фаина и Королевский На подвое Манжурского Абрикоса И Манжурский Сын Навер Три Трехлетских Корнесусов В этом году Не выжили После зимы И заморожка Высохли Прошлогодние Саженцы Высохли При вскрытии Желёных Было только На уровне Земли Пришлось Усобождать Место Буду пробовать Сажать Вырещенное В этом месте Подвое Манжурцев С прививкой Хотя И Манжурец Не выжил Что делать Непонятно Персик Тоже вымер До низа От уровня Земли Дал молодые Побеги Посмотрим Что будет Слива Сувенир Востока На китайке Подмерзла Сверху Но не сильно Пару веток Сухие Но есть Высокие Ветки С листочками А культурное Сибирь Чувствие Прекрасно Еще бы Не чувствовать А вот На яблонях Мало С листвой А вот На яблонях Мало С листвой Но Свести Все-таки Собираются Может Уклемаются Так Если говорить В целом Мне Легко Определяться С мясами И едут И едут Каждый год Едут И я Уже Несколько лет Чтобы кто-то Приехал Сказать Ваши Саженцы Умерли Ну там Не все Хотя бы Из десятка Один Два Все прекрасно Все прекрасно Приезжают Значит Сергей Выкапывает Местом Всегда В горшках Выкапывает Долго Каждому Каждому Иногда я Подключаюсь Когда я На месте Посадка На холм В это самое Сохранение Направления Север Юг Вот Ни в коем случае Не это самое Не заглубить Корневую шейку Вот Сильнейшая Обрезка На Вообще В таком духе Вот То есть Здесь Авторитет Еще Уникальный Уникальный А вот Что касается Посылочных Боже ты мой Уже Сам факт Что Выкопали Загнали С голыми Корнями Ну не важно Вот Тряпки Мокрые Без тряпки Загнали С этими С голыми Корнями Уехали Черт И куда Посадили Непонятно Где Вот Слабая Болезненная Зима То что Случилось Это чуть И не норма Для вас Здесь Ладно Все рядом Из горшков Две Разные Эти Здесь Абсолютный Авторитет А тут Получается Вроде Снегирев Александр Не новичок Ой Какой Не новичок Наверное Учитывая Ваш Этот Уровень Вы С ветеранов Правильно Александр Надо было С костик Начинать Вот Все что Могу Сказать И был бы У вас Сад И не Замерзало Б ничего Вот Все что Могу Сказать Тем более Что Непонятно Где Садили Как Садили Бывает Садят Наверное Смерть Я уже Рассказывал Сколько Всего Геопатогенная Зона Она Бывает Разная Самую Большую Геопатоген Зону Садят Непонят Помидоры Шпалеры Два метра А я Вначале Приехал Просто К ним Друг Гости Место Плохое Это Совершенно Голое место И дали Напротив Войда Через Дорогу Дали Прямо Голос Степи Люди В Участки Ну Когда Построили Дома Можно Было За дом Спрятать Деревья А он Северной Сороны Посадил Вы представляете Вон Мои Абрикосы Посадил Северной Сороны Я Давай Разбираться Глубже Это Я Как бы На вопрос Отвечаю Давай Разбираться Глубже У него Было Большое Довольно Ну Может Полсотни Было Кустов Этих Помидоров Может И больше Красавцы Двухметровая Шпалеры И они Торчали До высоты Два метра Ровно Половина Красавцы Вторая Половина Мертвая Гражданин Пастух Это Его фамилия Давай Я Съезжу Казать За рамками Приехал Другой День Давай Мерить Я говорю Посмотри Как у тебя Обрастут Картошка Несколько Соток Картошки Половина Зеленая Половина Желтая А на улице Это еще Середина Лето Рано И высыхать А потом Похватился Идем Я потом Напугался Дом Почти Построен Ну еще Там Бестокатурки Но уже Построен Я говорю Высто Не дай бог Еще тут Сплошная Гипотогенная Зона Больше Половины Участка Я Захожу Дом Давай Мерить А все руки Трясить Думаю Сейчас Использую Жизнь Теху Перемерил Дом Нету Этих Геопатогенный Зон Слава Богу Пусть Спит Спокойно Сад Загубил Геопатогенный Зон Я говорю Начинать Скорость От души Говорю Тогда Будет Сад Так Семенал Таев Валерий Костянович Искус Вырастает Два Типа Растения Гибрида И сорта Отсюда И такое Разнообразие Саженцев И семена Одного Дерев Ну Я бы Так Не сказал Гибрида И сорта Что Насчет Сортов Сомневаюсь По моему Уже Понятия Сортов Уже Нет Все Не буду С вами Спорить Потому Что Действительно Если Похоже На Своего Родителя Ну Будем Считать Что Это Сорт А Если Совсем Не Похоже Будем Считать Гибрид Так Снегирев Все Фото Присыл Ватсап Да Спасибо Так И Попробую Да Теперь Думаю Попробую Пройти С Рамками А Потом Скажите Результат Галина Так Кто У нас Галина Очень Посадила Котики Абрикосы Крупноплодные Сейчас Взошло Часто Как Быть Дальше Мне Нравится Две Проблемы Не Взошло Головная Боль Взошла Еще Больше Головная Боль Что Теперь Делать Высота 10 Через 10 Ну Что Нельзя Было Через 20 Через 30 Ну Ну Как Можно Было Посадить 50 Через 10 Вот На 5 Метрах Вот Такой Обычный Что Такое Это Если Брать Ширину К Осени Будет Вот Так Вот И Длину 5 Метров Ну Что У Совсем Места Не Был А Теперь Меня Спрашу Что Делать Вот Будете Делать Берете Так Значит Оставляйте Лучше Навсегда А Выкапывать Вы будете На пересадку Не по одному А сразу Несколько Так Больше Корни Сохраняется Сразу Раз Несколько А дальше Ну Потренируйтесь Научитесь Так Кто-то Сейчас Пытался Что-то Написать Подождем Подождем Ирина Омск Ирина Омск Так Значит Практически Перестали Заказывать Черенки Ладно Я их через Неделю Повезу Сжигать Но еще Неделю Подожду А вдруг Кто-то Кто-то Еще И черенки Возьмет На прививку Май Это еще Привычный Сезон Не лучше На привычный Раз Виги не покупают Значит Обыватели Простые Будущего У них Нет Посадил Растет Растет Нет Развел руками И пошел В магазин За этими А книги Это для серьезных Людей Это два Косточки Семечки Особенно Косточки Вранье Все это Что Вот это Нам Тадама Написала Как правило Хитро Написала Как правило Дают Дечки Такой Шанс Схожесть Какая У всех Какая У всех Схожесть Невероятная А то Что я Выкинул А Первый раз Сколько Было Юля Посадила Для вас Так что Думайте Ребята Пока По 15 Рублей Но Ведь Точно Живы Зайдут Сами Посадите Сами Ссоцифируйте Точно Живы Зайдут Но Ведь В этом Году Вообще Неудачи Нет У одного Вроде Неудачи Но Как Сделать Когда Он У меня И Заказался В декабре Ну Что Я могу В декабре А я Сенсировал Феврале Абрикос Где-то Чуть Чуть Промашку Сделал А Ну Все Правильно В холодильнике Ждал Проснуться Все Все Проехали Так Пишет Ирина Наверное Кость Должна родиться На том месте Где будет Дальше жить Растение Я родился Растение Ну Это В идеале А я Что Вы что Думаете Я Это Я Ну Хорошо Где Косточка А где Веточка Я Сколько Веточек Привез С Украины А Живут Немножко Позаниматься Пришлось Так То есть Будет Привыча Косточке Жить Расти Ну Ну Если Вашем Крови Ни Бомски Ни Хрена Вы Не Найдете Вы Обратите Своему Этому Питомник И скажите Где Ваш Черепчевый сад Вы можете Я вас попрошу Но от своего имени Где Ваш Черепчевый сад Откуда Дровишки Где Черепчевый сад Вы Подождем Подождем Слава Подождем Ирину Ну Ребят Кто Хочет Пусть Отключается Самое интересное Что у вас Больше Становится Я боюсь Ваше Время Отнимать А у вас Становится Все Больше Будет Так Читаем Татьяна У меня Тоже Не проснулись Персики Бросков Персики Самые Капризные На всхожесть У меня Сейчас Сходят Персики Которые Начали Сходить Я тут Навязал Двум своим Расследникам Говорю Вот тебе Сто штук И тебе Сто штук Садите Вырастут Продадим Вот А в прошлом году И сотни 33 взошло Это нормально Вот У Железова Ну не у самого У меня Ну будем считать Что у меня 33 сотни В провал Так Владислав Здравствуйте Два дня Плюс 24 Потом похолодание 6,8 Все говорят Одна из самых Холодных Маев За все время Да лишь бы не минус Остальное не имеет значения Лишь бы не минус Ирина Ну вот Посадили Которые ваши Здесь Они у нас Прорастут И будут Считать Наш край Своим домом Ну не знаю Пока их домом Является Этот Шушенский район Извините Вашим домом Они будут Уже не они Дай бог Дойдут Докладношения Дадут потомство А вот потомство Уже будет ваше Так Водислав Вопрос А посадил Ваш Абрикос Косовский И на майские Праздники 20 сантиметров Снега Выпало на них И держались Почти неделя Могли они Замерзнуть Укрывал По Сантиметры Земли Замерзнуть Если только Они проснулись К этому времени Тогда могут А если они Еще были В скорлупе То нет Невозможно Так Что то еще Водислав Пишет А Укрывал Землей На окончике Половину Были уже Раскрывшиеся Значит Все будет Зависеться Какой мороз В принципе Они Очень Морозостойки На них Вот это Правило Что Несколько Градусов Мороза И умрут Не распространяется Ну а дальше Сами Расскажете Что гадать Ждать Не долго Ждать Не долго Вы же Расскажете Наталья Пишет Так Наталья В прошлом году Засохла Яблоко Проснули С почки У земли Веточки Выросли От земли 20 сантиметров Пости Горизонтальные Есть две Вертикальные Следует Оставить Веточки У самой земли Или это Сиском низко Следует Оставить Это мой принцип Это не вам Решать Что значит Взять И отрезать Кто вам Дает Такое право Вам дерево Позволяло Это Хотите Дерево Уничтожить Тогда Отрезайте Тогда Отрезайте Александр Першков края Только Собираюсь Абрикосы Прививать Оуу Листьев На березе Еще нет Персики Раскрываются Были укрыты Это как Листья На березе Нет Першков края Ну и год У вас Ну и год Прививайте Что я скажу Успехов вам Так Все Знаете Что мы Сделаем Так Как уже Кажется Обычно Я занимаю До часа Времени Я все Знаешь Что я Сделаю Бывало Параллельно Вопросы Задают Прямо Ватсапе А тут Пищало 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 Здравствуйте Вот Ну я Люблю Такие Вопросы Значит Наш Человек Все Кто Заказал Косточки Это Мои Друзья Запомнили Это Мои Друзья Так Все Пока Все Давайте Наверное А нет Семен Пишет А еще Что-то Было Написано Пока Я смотрел Телефон У нас Только Сейчас Почки Просыпаются Уребины Но Прививки 80-90% Тоже Просыпаются Такой Волшебник Владислав Хорошо Прижились Под Бутылками Да Под Бутылками Хорошо Приживаются Это Я вам Говорю Железо Ну что Все Вроде Закончили Разговор Будем Прощаться Вот Пока Держу Низкую Цену На Косточки Жду Заказы Как и Руштирис Последние слова Запоминаются Лучше Пока Дешево Покупайте 60 Косточек Это Даже Меньше Тысячи Вот На пиво Не жалко На водку Не жалко На 60 Косточек Это Может быть Целый сад На этом Позвольте С вами Расстаться Трансляцию Останавливаю Прощаемся До следующей недели Меньше нас Не стало Значит Будем жить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...